Может быть отдельно тогда по ЖКХ? По ЖКХ это долгая история. Я вам все расскажу, кто где пиздит, как пиздит, почему пиздит, почему денег не хватает в ЖКХ. Расскажу в подробностях, в мельчайшем. Надо еще шаг просто. Человек и системы. Почему нормальный человек не смог победить неправильную систему? Я ее победил почему? Внутри ЖКХ. Но не вообще. Вообще не победишь. Вот. Но понимаешь, ценности другие. У людей другие ценности. Но вот, особенно, чем выше они идут, тем они думают, что они боги, блядь. Понимаешь? То есть он только что был Ваней, Ваней, блядь. Ну у нас вот живой пример. Был чувак, он раз, значит, работал, ну, при Слависе Владимиром, там сынок начальника Владимирского какого-то был. И работал он начальником ДРСП нашего, ну, который дорожку ремонтировал. Правда, образовательный литейщик, литейщик по образованию рулил дорогами. Ну, вот по этому такие дороги, да. Ну, почему выбор упал на него, не знаю. Его назначили главой района. Ну и все. И он из литейщиков стал главой района. Стал разбираться в сельском хозяйстве, блядь. Ну, вот как, помнишь, как Шойков в свое время был, да? Он раз... Служивши в армии, генерал армии. Да нет, ну это опять детали. Он просто удача... Он зашел в ту маршрутку. Чисто случайно, но он зашел в ту маршрутку... На той остановке он вышел, да? Не-не-не. Он зашел в ту маршрутку, в которой за рулем был его папа. Пиздец. То есть он проехал бесплатно, в нужном направлении, по нужному адресу. А, оказывается, блядь, Ельцин был друганом его папы, блядь. Они куда-то в институте вместе учились. И пиздец. И просто вот... Нет, вот, кстати, вот я не могу ругать Кужебедовичу, во-первых, потому что он коллега-строитель, да? Вот просто, да? Раз. А, во-вторых, он использовал данную, значит, судьбой возможность на тысячу и один процент. Если не на десять тысяч. Понимаешь, не было у нас этой, блядь, ебучей, блядь, Министерства по чрезвычайным специалистам. Ну, надо же нассать в уши было Ельцину и его окружение, что без него никак, без этого министерства пизда. Ведь у нас были войска гражданской обороны. Ведь химвойска были и гражданской обороны были, ведь, оказывается. Все это хуйню содержали, все бункеры, хуйюнкеры, понимаешь? Ну, пожарные были отдельно. Ну, пожарные были при МВД. Так, а сейчас, ну, мы сейчас выпускаем это развитие, мы просто, я сейчас говорю про Кужебедовича. Ты помнишь, один момент был, когда Громов ушел, там у него зам Громова напиздил денег, ты ебнешься сколько, миллиардов-то. Вот, понимаешь, мне вот интересно, и Громов не знал, блядь. Вот первый человек в области не знает, то есть, министр финансов Московской области пиздит деньги вагонами, и Громов такой, блядь, куда же, сука, деньги уходят, ебаные волки, блядь, понимаешь? Ну, ладно, Громову почетную отставку, все-таки в Афганистане был, туда-сюда, да. Кого поставить-то, блядь, кого поставить-то? А и правда, вот я понимаю, что скамейка запасных у Владимира Владимировича маленькая, то ли он не верит никому, то ли их всех боится, блядь, я не знаю. Ты же не помнишь этот момент, когда Хуяк Кужебедович был министром этих, в иностранных, говорит, дел, блядь, МЧС, а потом Хуяк стал губернатором Московской области. Да-да-да-да-да, а потом военачальником был он. Нет, мы сейчас про другое. Представляешь, какой он универсальный чувак, указывается, блядь. Вот что значит строитель, понимаешь, блядь. И жнец, и дудец, и игрец, там, все. И жнец, и жнец, и будут две игрец. Вот понимаешь, какой универсальный человек, что значит строитель, блядь. Инженерная мысль, блядь. Ну, нет, он, вот, он купил-то билет за пять копеек, он должен ехать в автобусе был, блядь. Но он случайно на попутный автобус сел. И удачный сел, за рулем бати у него был. А оказывается, у него бати там, по старому-то, как он там, ой, сейчас премьер-министр, раньше, как он. Сан-Гросикой, да, что ли? Нет, 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 нет. Представитель Совета Министров бати у него был, вот этой, ты вы. Ну, вот он удачно, он раз схватил, жар птица за яйца, блядь. Оказывается, да, бывает и жар птица. Вот, за яйца схватил, и не отпустил. А у Вовчика маленькая, нет, я вот думаю, только так, у Вовчика маленькая скамейка запасных, и он говорит, блядь, Кужебедович, давай, блядь, выручай, нахуй. И так каждый раз. Хуй с ним с этой Московской области, да, там, Воробьёв. А, так, а Воробьёв кто? Опять Воробьёв, у папы какой-то там ебать. Ну и хуй с ним, ты понимаешь? И Кужебедович, слушай, блядь, ебать, это Московская область, блядь, разберётся, там, Воробьёв постами, у него бати поможет, да, если что, блядь. Давай-ка ты, нахуй, министр, это... Так, понимаешь, вот, сейчас тебе объясню. Ведь быть министром обороны, это ведь не командующий фронтом, чтобы он должен, стратегии, тактика, он ебатью должен уметь. А ебёт он хорошего, я посмотрю, он приехал, где-то под воду нуток, там ебут мозги, уж пятый год никак не сремонтируют. Я понимаю, это на публику, он там на камеру всё это сыграл. Ну, вот я считаю, что вот министр обороны, вот, всё, говорит, блядь, да он нихуя не понимает. Ну, как это он не понимает-то? Вот если был там этот мебельный чувак-то, блядь, как его, блядь? Сердюков. Ну да, так опять он кто, блядь? Он, зять-то кого был, блядь? Ёбаные волки, опять все наши, нахуй, да? Не, вот Сердюков, конечно, развалил армию. Да, этого Иванов не развалил. Таких ситуаций, когда вот просто тупо, случайно, человеку повезло, таких миллионных ситуаций. Прямо сажают ближайших родственников. Причём непонятно кого. Ты слышишь, блядь? Миллионные ситуации, когда нихуя есть, у нас что, все министры обороны, что ли? Вот, нет, вот элементарный случай. У нас, вот наш мясокомбинат, один из, там, крупнейших России. Был. Был, да. Хорошее дополнение, молодец. Мужик, у него сестра, вышла замуж, я не помню, как мужика этого зовут, один из олигархов наших. Сестра, всё, мужика этого поставили начальником этого мясокомбината, и жизнь у него всё сразу сложилась. Удачно женился. Нет, родился, просто у него сестра вышла. Да, сестра вышла. Да. Не, ну, понимаешь, я давай, давай, маленький по-другому, понимаешь? Я сейчас спорить не буду, но я тебе скажу просто. Скажи мне, чем я хуже живу Кужебетовича? Есть. Ну, просто для примера. У Кужебетовича ёбнишься медали. Вкусим. Сколько длиннее будет от медали, согласен? А, дальше. У Кужебетовича там на Рублёвке, блядь, дом, земли, как конь на её, блядь. Счастье в этом, что ли? Нет. Я вам сейчас объясню. Вот Кужебетович, извини из выражения, с утра не может встать в туалет, пойти по стаде и пёрнуть, чтобы дверь открылась. Не сможет. Нет, ну просто, я понимаю, сейчас там вот, если вы выложите, там скажут, ну ладно, что же. Так делать не в этом. Дело в том, что он всегда под приглядом, блядь. Он не может сказать, что, блядь, Вовчик, блядь, приезжай. Вот я могу в Иванову позвонить, вот Вовчику запроводил, и скажу, Вовчик, блядь, приезжайте с Оксанкой завтра. Ну, что-то, блядь, я вас так давно не видел, блядь. И он сядет на свою ВАЗ-2111, блядь, который старше меня, нахуй, и приедет. Причем он мог приедет ко мне в 3 ночи, блядь, в 9 утра, блядь, в 6. Вот завтра, завтра ко мне в гости приедет чувак с Аязани, представляешь? Вот он говорит, дядь Вова. Ты что, шутишь, что-то? Ты прикалываешь, что ли, такой шутик делать? Ладно, делай, как хочешь. Все, все, все. Возьми поборешку, пиздоним по башке, блядь. Скажи, давайте кто-нибудь пиздит, и кто-нибудь относит. Логично? Я буду лампочки, скажи, вкручивать, блядь. Я сейчас возмутился. У тебя нет ножика? Пальни в него ножиком, да и все. Пока мы его перевязываем, все будет двигаться. Он уже оттуда бит. Понимаешь, в чем дело-то? Вот. Ну, чем он лучше в меня живет? Ну, набрал он генераль девок, блядь. Ну, может быть, конечно... 28 лет. Да, да. Не, ну, может, у них там горловое пение хорошее, и все остальное. Может быть, блядь. Хорст лист? Нет, так я тебе объясняю. Так надо только за него порадоваться. Вот все говорят, блядь, да он там набрал 28 лет. Так порадоваться надо за него. Ему же за 60, ведь, по большому счету-то, что он за 60 может, так сказать, с туристкой позаниматься отдельно. Понимаешь, 28-летний. Уж как там они заниматься будут, не знаю. Может, да, понимаешь? Ну, тем не менее. Значит, здоровье-то есть. Это вот порадоваться. Ну, а так-то чем он лучше в меня? Ну, он его возит на БМВ или там как-то на Ауди, у него есть собственный самолет. И что, блядь, вот это вот? Ты думаешь, у него здоровье больше, чем у тебя? Нет. Это наговор слой. Нет, погоди, я тебе сейчас скажу. А все равно он жопу-то караулит, блядь. Вот, не, такая вот вы смеетесь, так все вот, вот представляешь, хуек, и Владимир Владимирович нарезал кони. И не назначил, не, покой, и не назначил преемника. Не успел. Да, ну, неожиданно. Оторвался тромб и пиздец, и он ночью, блядь. И не успел сказать Василий, Петей, или там, как его там зовут, Медведев, за хуйбисем, Дима там, например, да? Вот он не успел. Ты представляешь, как там свара-то начнется, блядь? Там сейчас уж, наверное, свара, вот сто пудов, там, наверное, сейчас... Ногти по столам грызут. Там сейчас, да, друг у дружки причем, ебаный насрать, блядь. Вместе с носками, блядь, с потными, блядь. А почему? А потому что, представляешь, ты в этой группировке, ты в группировке у Шойгу, например, блядь, а я в группировке у Иванова, блядь. А этот у Миллера, блядь, а этот у Сечина, ебаный урод. Кто победит-то? Вот кто победит? Хуй его знает, да? Ведь это все куларно решается. Вот как мы сейчас сидим, собрались, там, Сечин, там, Миллер, Хуиллер, все эти пиздец, братья. Скажут, слушка, а давай нахуй Иванову президенту поставим, блядь, Вовчик-то крякнул, ебаный, ну, тромб оторвался, всякое бывает, нахуй, да? Вот, понимаешь? И жопу-то они все караулили. А почему? А на пиздец-то сколько? На пиздец. Кому оставить-то, блядь? Собой-то не заберешь. Нет, если, не дай бог, будет, правда, блядь, страшен русский бунт, да, своей жестокостью, вот, ну, вдруг, вот, представляешь, вот, вдруг, молодежь до того нас-то ебет эти все, блядь, как они сейчас, ипотеки-хуеки, ну, вдруг, блядь, и найдется какой-нибудь этот, блядь, вожак, и скажет, типа Степки Райзин, скажет, пацаны, да, их с дубинами берите, и пошли, нахуй, все наше, блядь, вот, представляешь? Ты думаешь, милиция спасет, что ли? Хуйня. Вот хуйня, армия только посмотрит, так... Ты присоединиться. Так нет, принцип, принцип стадности и принцип толпы сработает легко, блядь. Ну, это когда этот-то Янукович-то с Украины-то убежал? К нему пришли, как посмотрели, так ахнули. А там золотые батоны, золотые унитазы. Хуйня, все это, хуйня, я там был у него. Я был, я, я, я был, и нет там никакого золотого унитаза. Может быть, золотые батоны есть. Ну, там, там... Ну, кто-то ебнул, что золотой унитаз. Нет, да, нормально у меня просто простой унитаз. Я был вот в ее спальне, в этой хуйня, Ленька меня водил. Взять? Да, да, да. Там народу ходит, пиздец. Я не про то. Дело-то в том, что вот... Ну, Янукович съебал. Где? Ты понимаешь? Баскал сидел. Там все хорошие по большому счету. Но Бог-то его наказал. Понимаешь? И ты вот думаешь, что это так просто прошло у него, что вот у него сын погиб. А может, он и не просто погиб, понимаешь? Может, помогли. А может, помогли. И вот ты постоянно... Я всегда, знаешь, как называю? Я всегда жизнь по зеркалам. Вот Сережа Гороблев, у нас кулуарный. Я никому не должен. Я в жизни никого не наебал. Вот в жизни никого не наебал. Это папа меня так научил. Я в жизни никому не набрал. Я вот пошел, так сказать, на сторону погулять так с друзьями, да? Я честно говорю, Танечка, на блядки. Вот такой толпой ходят на блядки. Я всегда говорю правду. Уж было там чего, не было. Напилились до того, что, блядь, какие бабы, блядь. Какие бабы, блядь. Какие бабы, блядь. Ой, блесни, ебаные. Идите нахуй, блядь. Это что, блядь. Знаешь анекдот-то, блядь, да? Муж, блядь. По два конца? Нет. Мужик, блядь, приходит, ну, с друзьями забухал, блядь. А она утром просыпает, думаю, блядь, где я был вчера? Чего, блядь, делал? Ебаные волки. Раз, смотрит, раздетый. В этой, как его, в кровати лежит. Слышит по запаху, блядь, завтрак готовится. А жена, как пчелка, туда-сюда и бегает. Ебаные волки. Ну, сейчас давай, придет, Вовка, я ему сейчас расскажу. Ты понимаешь, в чем дело-то? Так вот, мы пока про Шойгу поговорим, пока Вовка отошел. Мужик, правду всегда надо говорить. Почему? Потому что неправду всегда вылезет. Ты не можешь врать одинаково сто раз подряд. Мы с которым проколишься. А через год, а через два, а через три, понимаешь? И все равно ты проколишься. Вот. Мужик, друзья, мы собрались. Нахуй я через... В общем, погуляли чудно. И мужик утром посыпается и не помнит, что вчера было. Блядь, что вчера было? Чердак трещит, блядь, похмелится, блядь. Ой, блядь. Я пришел-то во сколько, не помню, блядь. В чем пришел, не помню. Как пришел, не помню, блядь. Ебаные волки. Смотрит, блядь, на чистой кровать лежит. В доме музычка такая играет. Жена порхает в одном пеньюарчике. И сом жареньким пахнет. Смотрит, бутылочка потненькая стоит на этом. На столе, на кухне он дома. О, нигра, а что случилось-то? Ага, сын он зовет. Батька, иди сюда, иди сюда. Сынок, что вчера было-то? Папа, ты вчера пришел. Пьяней вина в говно, блядь. Весь какой-то обосранный, блядь. Ведь хуй мне где-то валялся, блядь. Ну, сильно ругался. Что-то мамку-то ругался. Да ты тут зашел прямо и ебнулся в прихожей-то. Мамка тебя стала раздевать. А ты ее как ебнешь ногой, как лягнешь и кричишь. Уйди, блядища, я женатый, блядь. Они стали садиться. Уйди, блядища, я женатый. Понимаешь, что делать-то? Вот. И с утра. Блядь, и врать никуда не надо, блядь. Я вот... Ты это просто представил, да? Другая ситуация. В 3 часа ночи, блядь. Жена стоит со скалкой, блядь, в двери, блядь. Зверь-замок, блядь, ключик никак не влезет. Он венок, блядь. Какой стороной это, блядь. Ну, короче, кое-как мужик попал, открыл дверь. Заходит жена вот так стоит со скалкой, блядь. Мужик так не мнею, по стене проползает. Он так... Ни хуя мне есть. Она... А у него тут из кармана лифчик, здесь трусны живут. Так вот тут бегает, пузырь стены идет. Она... Ты не хуел ли, Саша? Он такой... Я за гитарой. Я за гитарой, понимаешь? Не ругайся. Вот. И врать-то никогда не надо. А они же постоянно врут. Понимаешь? Они постоянно врут. И постоянно у них страх. А что дальше-то будет? Вот. Вот возьми вот их, давай. Ну, житейское. Вот я не боюсь за свою дочку, да? Она поехала в Питер. Вот она живет просто в Питере. Работает преподавателем, да? Ну, все. Кто... Вот, все, говорит. Блядь, убьют. Да нахуй. Вот нахуй мы кому срались, блядь. Кто нас будет убивать? Если у тебя не хуя взять... Вот если у меня вот здесь не хуя взять... Я, бывает, и дверь не запираю, забываю. Ну, что ты вот... Ну, придешь ты. Вот этот телевизор... Нахуй тебе усрался этот телевизор. Ты его заебешь и стащить даже, блядь. Ну, все. Да, ближайшая комисселка. Бензина больше сожжешь. За 100 километров, да. Ну, понимаешь, вот что делать-то. Ну, что ты у меня угонишь? Вот эту шестерку, что ли? Да, блядь, ее еще надо завезти, ебать. Да, ты понимаешь, бензин сюда... Ты думаешь, что сейчас полным баком стоишь, блядь? Нет, мне там ни хуя ничего. Приедешь, угоняется. Скажет, да нахуй он мне упер. Где-нибудь он в лесу встанет, блядь, собаки загрызут. Словками. Да, понимаешь, что делать? Вот. А им-то надо жопу каравалить. Вот представь, он, например, спиздил сколько-то миллиардов. Вот я теперь... Нет, я вот сейчас смотрю. Я понимаю, почему они в мешках деньги-то держат, блядь. Боится, что спиздит. Молодец, блядь. Вот на счет положишь, а представь, завтра революция, блядь. Да, я уже блокирую. Да, придет, блядь. А Америку отключат от PayPal. Да. Солейш, приходит Вася Попкин с ружьем и скажет, все пиздец, нахуй, банк наш, блядь, теперь еще. И все, блядь, ящички там с этим, с ключиками. Все наши тоже. Все депозиты, все наши, блядь. Да вы ключи-то хуликать. Поэтому они дома там миллионами килограммами держат. Ты понимаешь, так они нахуй им не нужны. Он их напиздил, а не знает, что с ними делать. Ну, давай. Вообще, им никто просто не рассказывал, что на случай опасности нужно соль, спички покупать, муку. Нет. Бабки с ружьем. Нет, смотри дальше. Вот ситуация дальше. Ну, просто вот. Ну, свинилась власть, блядь. Ну, вот как сейчас, вот сегодня мы как раз разговаривали с Ленькой про Порошенко и про Зеленского, да? Ну, там хоть какая-то перспектива. Вот так усенькая. Да нет, там перспектива. Стоп. Надежда, блядь. Надежда. Надежда есть. А это уже что-то. А здесь и надежды-то нет. Слушай, веры и любви нет. Нет, нет. Надежда, понимаешь. Там хоть какая-то надежда о сменяемости власти. Может быть, чего-то изменится. Понятно, что все говорят, там Коломойский стоят. Может быть, блядь. Но у людей-то хоть вот сейчас, в данный момент, какая-то надежда. А у нас-то нет вообще ничего. До 24-го года никакой надежды нет ни хуя. Один вовы есть. Надежды нет. Ну, почему? Есть у меня. Нет. Так мы об этом... И она, похоже, это внезапно. Мы об этом сейчас и говорили, что... А вот, представишь, Крятки, ты не назначил преемника. Мы уже об этом сейчас говорили. Так налей его... Ты представишь, и все-то не думают, блядь. Рогозины эти, хуёзины. Представишь, вот приходит, как там, матрос... Как он там, блядь? Кино от Ленина в октябре-то. Ну, он пришел, сказал, все, нахуй. Каравул устал, все уёбывают, и все, блядь. Не смотрел. Пришел матрос, блядь, и идет законодатель... Как он раньше? Думы у них. Законодатель собаний. Думы, 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 раньше-то была. Ну, идет заседание Думы, блядь, в Питере, где там... В Питере. Да, Петра говорит, заходит чувак с ружьем, и говорит, блядь, кино-то называлось «Человек с ружьем». Заходит чувак, говорит, все, караул устал, нахуй, пошли все домой, пиздец, а то нахуй, сейчас расстреляем вас в пизду всех. Понимаете, в чем дело? Нет, и все. Против Лома-то нет приема-то, блядь. И они же все боятся. Представляешь, ага, а... Ну, там, например, группировка Иванова, группировка, там, кто-то за Коренка, кто-то за хуенка. Блядь, и они же, они же, как эти, как, как они там... Шуки в банке эти, блядь. Как, 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 как делать, как он... Корсолову, как делают, блядь. Вот, ну, бочки кидают, много крыс, нахуй. Кто выжил, блядь, он хуячит всех подряд, потому что ему выбрать нет у него, блядь. Он же привык мясо, и у меня, что, давайте, поехали. Да, понимаешь, в чем дело-то? И тут так же будет. Вот ты-то сейчас ко мне приехал, блядь, ну, давай я тебе ебану. Ну, чего у тебя, часы, что ли, твои взяли? Нахуй меня усрались. Ну, блядь, ты меня сейчас ебнешь, блядь. Ну, чего тут, вот, вот, у тебя еще микроволновку возьмешь. Я все... Во-первых, постараться надо сначала. Понимаю, что, как бойзнул, блядь, например, вот у меня, там, у него, у вас. Нет, вы сейчас... Величина абсолютно другая. Величина нет. А жрать он будет того, кто у кого жир кусочек, пожранее. Только они сейчас уже жрут. Ну, он увлекает, уехал. Да увлекает-то хуй. А какой-то хуй-то сейчас приехал, молодой министр какой-то бывший, блядь. Друган Чубайца, блядь. Приехал на день рождения к этому, к какому-то хуеплету тоже там в правительстве, блядь. А его хуяк за жабры взяли. А у него же там за границей бизнес, хуяк, не смотрел, что ли? Не смотрел. Ну, ты вон в новостях посмотри, как его хуяк закрыли, блядь. Там сколько-то миллиардов, он ебанул. Ну, мы сейчас не об этом. Ты посмотришь, вот ему терять-то, блядь. Были миллиарды, а сейчас его хуяк прикрыли. А почему? А потому что более толстый жук стал его кушать, нахуй. Потому что кормовая база, правильно говорят, она ведь имеет свойство кончаться, блядь. И уже пиздить-то нечего, блядь. Один, значит, заверует нас соляркой бензин. Так опять же, и Сечин-то не вечный. Ну, пусть, говорят, там, например, Путина меняет двойников у него дохуища. Так что, пусть сказать, 25 Сечин у нас? Понимаешь? Нет, понимаешь, в чем дело-то? И они, вот эти корабли у них, яхты, и я все понимаю, что они деньги вкладывают. Потому что вот в сумке, в мешке-то деньги, ты, блядь, вообще никуда не денешь, ни хуя. Ну, и опять же дальше. Вот вчера колеса он занимался, с Жигулей колеса снимал, красил. Там что-то Навальный про чайку. Так я так думаю, что и Леха Навальный непростой парень. Он 100% непростой. Потому что, представь. 99% что он там заказной, ему все платили. Прям вот с Кремля. Причем другая группировка. Я как раз про это толку. Группировка, которая против, например, Владимира Владимировича. Против, ну там же группировки, блядь. И говорят, Леха, пизди, никто тебя не тронет, ни хуя. Он представляет мтец просто вот кого-то из них. Вообще там, по-моему, загадывали, как был этот коммерческий проект. То есть, им приходили с информацией, что нужно на такого бизнесмена или в соединении власти сделать. Ты куда-нибудь вообще... Тебя судили вообще нашим справедливым российским судом? Меня судили. 99% приговоров обвинительный? Да. Меня судили, как Гороблев этим мотивирует, что я уголовник. Меня судили за 3... Гороблев, что я теперь еще... За 3 тысячи рублей. За 3 тысячи рублей. Да. Причем, главный бухгалтер сказал, это я виновата. Я нарушил, блядь, эту финансовую дисциплину. Я подставил Владимира Александровна. Никто слушать не стал ни хуя. Уголовное дело было 600 листов. 600 страниц, нахуй. За 3 тысячи рублей. И там, значит, начало. Виноградов, будучи директором МУП ЖКХ, Гордлайнкса, вынашивал планы по сечению денежных средств, блядь, из, значит, этого... Как его... Ну, денежных средств из предприятия. Тем самым завладел 3 тысячи 600 рублей. Тут преступным путем. Да, ты понимаешь? Я вынашивал, блядь, у тебя кажется... А у меня зарплата в то время была 70 тысяч. Нахуй бы у меня не уперлись эти 3 тысячи. Ты представляешь? У меня случай был, когда я поругался с гайцами, и они подговорили судью, чтобы она за 500 рублей посадила меня... А за 800 рублей посадила меня на 5 суток. Причем, вот там же... А судья, когда должен выносить приговор, свящательную комнату, он стоит один. Я выхожу, и ментором там остается. И меня со вторым выхожу. И он меня заводит. Они там как следили, так и следят. Я говорю, ну вот же, я там оплатил, т.е. т.е. Ничего не знаю. Причем я пришел... Если было мошенничество, у нас миллиона начинается. А тут еще вот... Нет, так вот понимаешь, чем дело-то? Был бы человек, нахуй. Статью-то найдут. Да-да-да. Так вот, нет, сейчас про Леху Навалину заговорили, да? Я вот прекрасно понимаю, что Леха Навалин чей-то, блядь. Потому что я давно переехал котов к нам. Да. Да, емался кипич, блядь. Просто какой-то хулиган подбежал, и, блядь, я, блин, его кислотой из трех ведер. Причем переворачивал, постоянно заливал и перемешивал все это дело. Ну, ты согласен со мной? Да. Да. Да, просто взял, да, бутылку кислоты в рожу, плеснул, только хорошей кислоты. Да пофиг. Вообще, ну, вот что говорить про... Вот у нас на телевидении, на любое телевидение, на вот федерального значения, никогда не пустят реальную оппозицию. Там нет ни одного человека, из-заставляющего... Так у нас нет ее оппозиции. Она есть. Она есть. Кто? Изюганов? Нет. Это... Народ согласен с тобой. Вот в этом... Азюганов не может быть оппозиции, если он лечится в кремлевской больнице. Все, все, абсолютно все, кто появляется на телеканала, это все один когломерат. Просто разные группировки. Так я понимаю все. Да. Просто, нет, понимаешь, вот, когда будет страшный бунт, они же даже не знают, какой обижать-то, блядь. Я уже представляю, почему-то. Примерно будет все так. Представьте, вот, сельский туалет, изнутри есть засовчик. Вот, они все ломятся, не в туалет, не в туалетах. Если его открыть, там Европа. Вроде как убежать. Они открывают, а падают-то в чан с говном. Вот это так и будет. Нет, да. Нет, я понимаю, что они нахуй там не нужны. Нужны их не деньги, а деньги-то их уже там. Да? Мне скажут, друзья, вы-то нам тут ни к чему. Если мы оставим, ключики-то от вашей ячейки, вот. А самое главное, вот пока у нас такая система, такая система ценностей, пока у нас такая система власти, что-либо делать чуть ли не полезно. Ну, ну и так. Я, мне вообще допиздно какая власть. Ну, принципиально, мне допиздно какая власть. И самое главное, чтобы у тебя были деньги на то, чтобы ты мог жить. Просто нормально жить. Ты мог ребенка в школу отправить, ты мог его накормить, наполить. Мне допиздно, вот, хоть микрофон скоро ходит, мне допиздно, сколько пиздит Сечин, сколько пиздит Мюллер, как его, Мюллер. Мне вот совершенно допиздно. Ну, вот смотри, Саудовская Аравия, это он недавно вычислил, блядь, а там, кажется, налоги никто не платит. Страна-то? Там за всех платит государство. Дания, блядь. Какие там Дания? Или Норвегия. Норвегия? Норвегия. Они нефть тоже добывают. Там страна-то пиздикласс, я подумаю. Да? Как у нас Иванского области. Да, но суть-то в том, что, ну, там на каждого, блядь, гражданина, блядь. Вот, мне сегодня, кстати, Канфер спрашивал, сказал, вот, чего ты в первую очередь сделал, если был президентом? А я, вот, я просто сказал, не надо никакие компании душить, не надо ничего душить. Я сказал, братцы, вот если, вот нас всего-то, блядь, 140, ну, пусть даже 150 миллионов, да? Вот мы добыли 150 тонн этой, как его, нефти, ну, к примеру, ну, считай просто. Значит, каждому жителю по одной копейке, ну, к примеру, 100 тонн. Если мы добыли алмазов там, блядь, тонну, ну, на всех вот поделить им, я не говорю, что все деньги отдать. Сейчас посмотрим. Мы, значит, посчитаем. Себестоимость, тонны, да? Значит, один товарищ в институте, у нас замечательный был, завкапитер Семенов, Валерьевич, Валерьевич, не помню. Не стоит. Он говорил, если у предприятия прибыль более 5%, она уже рентабельная. Значит, вот я оставляю, говорю, так, предприятие, давайте мы сделаем так, чтобы и развитие у предприятия было. Вот мы 20% с прибыли вставляем предприятию, а все остальное для любимой Родины, блядь, да? Помимо всего, есть же прогрессивная шкала наук. А зачем платить человеку, который живет в селе, там, налоги, пенсионные взносы? Я про другое. Я чуть-чуть про другое. Смотри, какая разница. Вот, если каждый человек будет получать, ну, ренту, так скажем, да, за то, что добыло государство ресурсы, и делить будут поровну. Поровну. То есть, похуй, это там, директор фабрики или рядовой сотрудник. Это же, это же общее. Из общего котла по копеечке дали. Так значит, у населения будут деньги, значит, населению захочется купить велосипед, мотоцикл, машину. То есть, логично. Сейчас они, знаете, что вам скажут? Они же, ну, мы же так делаем, мы же сейчас берем эти деньги, на эти сто деньги строим дороги, надо комплекс. Нет, нет, ты что-то путаешь. Они эти деньги берут и отправляют в стабилизационный фонд в Америку. Ну, это... И покупают ценные бумаги американские, они наши. Это отдельный вопрос. Ну, давайте, вот, нет, у нас есть Саудовская Аравия. Акцизаного говорит. Нет, в Саудовской Аравии я знаю, что там, в Арабских Эмиратах, идет распределение денег от дохода компаний между населением. Там каждому человеку. Каждому. Саждение. Только коренным жителям. Молодец. Да. А, то есть, ну, если ты... Слово коренной, это как? Ну, приведи к мне по-русски. Вот я коренной житель России. Папа-мама, если русский, то да? Хуйня все это. Нет, там по национальности. Нет, там у них как? Ну, у них по национальности. А у нас будет... Ты что, с ума сошла? Какая национальная? У нас, у меня в роте служил... Я у них говорю. А у них тоже ведь есть другие народы. Нет. Проживающие. Нет, если у тебя папа-мама-гражданин Саудовской Аравии или Арабских Эмиратов, то тогда ты имеешь... А если у тебя мама местная, а папа-зарабы... Хорошо. Ты не имеешь... А в Норвегии как-то да? В Норвегии там проще система. Там гораздо больше... Да хуй без них. Какая не проще, но эта система та же. Нефть добыли. Из каждой тонны каждый получает по копейке. Но опять же, мы видим к чему. Это же социальный закон. Это социальный закон. Закон, который рассчитан на социальный народ. В Швеции давно, шведский социализм? Давно-вно? Ну, не социализм. А что? Социальная страна, да. Социализм... Ну хорошо, социальная страна будет. Социализм все-таки это когда абсолютно все распределяется на общество. Это когда... Я тебе... Братцы, вот смотри, я в прошлый раз вам рассказывал, как все очень просто делается. Делается тарифная сетка. Всю жизнь нам при Советском Союзе была, всю жизнь. То есть, директор предприятия, то есть, зарплата директора предприятия зависит от зарплаты самого низкоплатищего рабочего. Если, блядь, уборщица получает 10 тысяч рублей, там какие-то коэффициенты были, вот я говорю, в коллективном договоре мы все написали, то я, если уборщица 10 тысяч рублей, тогда я могу получать, значит, 40 тысяч рублей плюс 100% премии. И уборщица то же самое. Значит, уборщица 5 тысяч оклад, 5 тысяч премия. Ебать мозги и лишать ты можешь только премию, оклад ты не имеешь права лишить. Понимаешь, в чем дело? То есть, у тебя есть стимул работать хорошо, чтобы ты получал 100% премию. Заебись? Ну, справедливо. Если ты хроник, я всех воспитывал, только так. Вот у меня, вот, все работали со 100%, почему? Объясню. Вот он и раз принес премию за 100%, потом что-то раз забухал. Принес оклад. А где потом пришел, и был сковородка. Да, да, поебле еще чугунной сковородкой получит нахуй и будет вспоминать, как он вчера пришел. Не, серьезно? Понимаешь, вот только деньгами может человек заинтересовать, дать. Не, не согласен, абсолютно не согласен. Давай-ка, давай-ка. Не согласен. Вы пошли в ЖКХ с деньгами? Я нет. Вот, а почему? А меня просто заебли ебать мне. Вот меня... Интересно, другой не деньги все-таки был? Нет. Вот. Так, так что не только деньгами может человек заинтересовать. А как быть с теми людьми, которые через всю страну ехали, строили там... За деньгами. Вот ты сейчас песни военными не понял. Да. Блин, ты мне рассказывай. Дедушка мой перед пенсией, за два года до пенсии, то есть 58 лет, поехал в Норильск. Или за три, или за два, не могу я сейчас сказать, поработал в Норильске водителем в геологической партии. Зарплата была 650-700. И пенсию он получал 125 рублей. 125. А персональные пенсии, значит, то есть, ну, были такие штуки, персональные пенсии, была республиканская пенсия, была еще и государственная пенсия. Больше 150 рублей никто пенсию не получал. И не бьет президент. То есть, это министр, ты не министр. Вот, дедушка заработал, за три года заработал себе пенсию 125. А бабушка все же хуячила уборщицей, у бабушки была пенсия. Вот я как сейчас помню, 27 рублей. И бабушка нормально, пироги нам пекла, вот такие, блядь. Ну, вот тогда, а тогда зачем совершали люди трудовые подвиги в строительстве? В том числе и за деньги. А если тогда, в принципе, ну что можно было на эти деньги купить? Из квартиры выдавали, в принципе. Что купить? Роскоши в Советском Союзе была. Это тебе кажется. Но она рынка все равно не было как такового. Смотри, какая история. Допустим, на черном рынке он мог бы купить себе машину за 20-ку. Мне про машину. Вот сейчас он сказал, деньгами не заинтересуешься. Вот я... Нет, нет, нет. Я не говорю, что деньгами не заинтересуешься. Я чтил, такая штука, Трудовой кодекс. Слышал про такой, да? Кодекс законов о труде. Вот. ГЗОД так, да? Называется. Вот там написано, что как только ты, значит, проработал на 2 часа лишних, тебе нужно платить уже сверхурочные. Логично. В двойном размере. Причем нет, как только ты сразу проработал, больше, больше там... В двойном размере. Да, сразу. Вот как 2 часа. Понимаешь? Вот я чтил. И у меня мужики... Я никого никуда не уговорил работать в воскресенье, в праздничные дни, ночью, блин. Все сами работали. Потому что они знали, что они получат 2 зарплаты. Я не спорю, что деньги это мотивация. Вот еще тоже один маленький момент. Я сейчас приведу 2 примера. Первый, вот мы с Верочкой. Мы сюда приехали. Но мы сейчас частные случаи будем рассматривать. Это неверно. Все равно отчастности к мастерам. Это один случай. Мы на канале ничего не зарабатываем. Все деньги, которые у нас есть, мы пускаем на бензин, на поездки, на съемки. То есть ты хочешь меня убедить, что ты альтруист? Да. У меня Ира зарабатывает за двоих. Ну тогда я больше альтруист. Ну ты молодец. Она работает, чтобы нас обоих содержать, чтобы мы могли заниматься канала. Я тебе сейчас объясню. Ты рассуждаешь со стороны частника. Ты говоришь только про себя. А я был директором предприятия. Причем такого предприятия, что без него пиздец и землезрожение. Если Автоваз сократит производство автомобилей или даже автозавод Вольво, нихуя с этим не случится. А вот когда в пятиэтажном или, значит, в восьмиподъездном доме остановится канализация, понимаешь, и до пизды, блядь, производительность труда на этом ебучем автозаводе. Нет, я тебе рассказываю. А когда в минус 25 рванет стояк отопления, а лучше в подвале пизданет, блядь, чтобы пар шел кверху, и ты узнаешь про себя все, все, все. И про свою родню, блядь, и какой ты пидорас конченый, блядь, и вообще гандон, сука, блядь, тварь ебучая, блядь. Ну, все, знаешь, понимаешь? А вот если встанет завод по производству мебели, нихуя ничего не будет. Вот. Это про канализацию. А воды не будет. Пизда. Вот вам я расскажу, что такой кончается вода в кране. Как только кончается вода в кране, через два часа... Нет, это физика, нихуя ничего не сделаешь. Как только останавливается вода в кране, через два часа, ну, максимум четыре часа... Опыт. Нет, нет, какой... Ну, солнышко, тридцать градусов на улице. Кончилась вода в кране, через четыре часа встает канализация. Почему? Ну, потому что у нас, так сказать, твердые, по весу больше, чем жидкие, блядь. Нет, ну, ты физикой ничего не сделаешь. И поэтому один сходил в туалет, другой сходил... Я все встала. Да. Чем смывать? Смывать нечем. Все встает. Как только встала в подвале, первый этаж встал, и пиздец. И все, уже это катастрофа. Нет воды. Помыться нельзя, покушать приготовить нельзя, смыть нельзя, ничего нельзя. Вот света нету, похую, но есть вода и канализация. Ну, к примеру, утекает, да? Вот, ну, сгорели все лампочки нахуй. Да насрать, ты пошел, блядь, со спички в туалет сходил, там руки помыл, покушать, да костри приготовил. Понимаешь, в чем дело? Газа там нет, похуй. Вот, если нет воды, встает канализация. А без канализации, извиняйте. Вот я не рассказываю, как я выбивал деньги. Я хуже рэкетировал. Значит, нас, азербайджанцы, держали кафе. И, как правило, они всегда без денег, хотя ездят на хороших машинах, но денег нету, блядь. Хотя в пятницу, субботу, суббесенье, в этом кафе, блядь, вся лакинка гуляет, да. Как только платить за канализацию, за водопровод, за топление, Валюдимир Александрович, и причем посылали жен своих, а жены голосистые, как правило. Валюдимир Александрович, денег нет, дядя вот там в Баку заболели, там, перепели на операцию. Я говорю, верю, я верю, верю, что они, вам платить-то всего 10 тысяч, блядь, в общей сложности, блядь. Так у вас за вечер там полтинник вылетает просто так, блядь. Напивают алкоголь, да, да еще что-нибудь продают. Деньгов нету, нету. У меня был замечательный человек, дядя Саша Школик. Он умел, мать, выбивать деньги с заводов, нахуй. Я расскажу отдельный пример, как он завод целый установил. Он просто, я говорю, вызываю дядю Сашу, где Саша, сука, не платят они уже третий месяц, заебли, блядь. Опять в субботу, скресенье, там свадьба, ебаться сразу. Как вот заставить платить? Отопление выключить? Ну и хуй с ним отопление. Пока ты пьешь, тебе да пизды. Свет выключить не выключишь, блядь, это надо кабель перекусывать, перебивать, ну тебя просто, блядь, не дадут ее выключить, да? В кафе газ нахуй никому не усрался, потому что электроплиты. Как? Воду выключить, да хуйня, блядь. Выйдут снежком руки потрут, но не снежком, так влужится, блядь, канализация. Потому что в туалеты все равно идут. Когда пьют, обычно выделить, а еще и пивка попьешь, да, все. И вот дядя Саша, очень просто это делается, берешь мешок с сухим песком, картофель мешок обыкновенный, с веревочкой. И опускаешь, открываешь канализационный люк, а ведь канализационные люки, что? Вот представляешь, канализационный люк лодится, сюда вход, отсюда выход. Ты пускаешь туда, значит, песок. Он должен не перекрывать ни эту трубу, ни эту. Пока ты пускаешь. Он сухой. Потом, значит, вода немножко намачивает песок, он начинает растекаться. Ну, такое свойство песка, чем больше в нем воды, тем он плавучится. Ну, не плавучая, а растекается. Вот он растекается, естественно, куда течет вода? Ну, подуклонг. Значит, вот, например, вот в эту дольку все затекает, и песок вместе с водой, ну, песок останется жидкий, 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 как вода, но он в мешке. Он вместе с водой забивает, чувак, трубу. Ну, он становится невидимым. Он же весь растворился, ну, не растворился, отсел песок, этот, мешок-то, и забил в выходную трубу. Ну, пока мы пять тысяч дуем, дуем, ну, турбана полная, суббота, свадьба какая-то, помор, помор, но все же, хури, Василий, блядь, все же посуду моют, да, к субботу, чайском, где-то, к девяти, мне все-таки труба наполняется, а как это не уходит, и сика не уходит, и водичка не уходит, нихуя, вот, а, горло, мешка замотано, туго, и веревочка выходит в люк, то есть, из люка просто вышла, вот ты подходишь к люку, канализационному, веревка как-то из нее торчит, да и хури, может, как говен, ну, я нахуй, да, люк закрыл, открою, блядь, там пол, а если куда-то через верх идет, уже, проверю, как хуй, нахуй веревочка, вот, наступает воскресенье, у тебя же заказ, похороны, блядь, там же должны, блядь, обмывать тетю Дусю, нахуй, ну, не бать, как она называется, вспоминать, а нельзя тетю Дусю вспоминать, там вонище, блядь, в кафе-то, начинает тебя искать, говорит, Валерий Александрович, там у нас поминки, блядь, да ебаный, вон, вот, мы уже деньги взяли, блядь, все приготовили, там, молнища, ничего не, таковы три месяца не платите, как я вам буду делать, вы же за услугу-то не заплатили, ну, него не надо, ну, короче, их 8, бабушка схоронили, так, без поминок, понедельник, блядь, понедельник, еще касса, блядь, не открылась, уже стоят с деньгами, заплатили долг за три месяца, блядь, и наперед, на всякий случай, месяц, причем, они вот платят, им квитанцию дают, и они сразу спрашивают, ну, хоть сегодня-то почините, ну, постараемся, то есть, она еще не ушла из ЖКХ, я только беру трубку, говорю, дядя Саша, они заплатили, дядя Саша посылает своего, мы их называли обмороки, это те, кто в люки ныряет, они почему-то с головой ныряют, им похуё, но они всегда, конечно, хорошо гашеные, не раз головой долгают, а что у тебя конулисончики, блядь, полупьяные, блядь, я говорю, ты вот в кучу говна с головой нырнешь туда, трезвый, блядь, я к этому, колодству хуй подойду, я говорю, они у меня еще и ныряют туда, блядь, чистят эту хуйню, там вытаскивают грязь, ну так вот, дядя Саша, дядя Саша говорит, Серега, сходи, нахуй, этот шнурок там дёрни, ты в курсе все, он подходит, зашли шнурок, дергает, а шнурок сделал так, ой, завязан на горлышке, что когда его дергаешь, ну там какой-то узел свой, специальный, блядь, дергаешь, узел размят, оно развязывается, горлышко вот так открывается, а песок-то жидкий, и он просто в трубу утекает, и пиздец, ну, когда у тебя говно течет, из колодца, ты же не будешь смотреть, кто к нему подошел, и чего он там дергал, там блядь, ебать, ты только смотришь, ну, и я пока идет, я все хозяин там звоню, я говорю, сейчас же она как раз подойдет, ты посмотри, должно там тебя просраться, может что-нибудь попало, блядь, вот раз, Александревич, Александревич, а все ушло, блядь, нахуй мы платили-то, я говорю, ну вот видишь, значит, по тропе или заплатили-то, а вот где это аж как там все заебет, и чувак шумночек смутал и ушел, а мешок-то опять, он же, ну, что размок весь нахуй, рядюшка, есть такой мешок рядюшка, он такой с толстыми, с большими дыржами, и мешок-то все, ну, после пошли мужики, а у меня каждый день, у них вход было не этим, ну, профилактическая чистка колодцев, ловушки такие ставили, то есть, труба-труба, а перед трубой сетку такую ставили, ее чистить просто, она вот такая загнута, просто крючком цепляет, и все грязь это вытаскивают, потом эта ловушка заварится, вот у всех свои тонкости, и все, я также молокозавод остановил, 4 дня молокозавод стоял, без воды, без канализации, молодец, а крыша у нее была, чувак, он сейчас в Газпрома у нас командует, в Межрегионгазе, меня к нему вызывали, я сказал, они не платят, они мне должны 1,2 млн за стоки, они не платят, а мне директор, а такое, как там, из молодых, ну, приехал директор с ноутбуком, они обычно такие, на МСД, если приехал, там, из Москвы, мальчик такой, дуванчик с галстучкой, он все выглядит нахуй, я нахуй положил, а куда денешься, молокозавод, никто не остановит, сейчас, дядя Саша, ну, я раз к нему пришел, раз письмо написал, договор-то есть, исполняет свой договор, я до тебя принял канализацию, тебе молоко в бесплатном магазине не дают? Нет. А почему я должен у тебя принимать говно, извиняюсь в выражении, твое уже? Не буду принимать, оставь его себе. Нет, миллион, миллион двести мне должны, я говорю, ну, раз пришел, в понедельник приехал, вы будете платить? Ну, у нас сейчас тяжелое положение, я говорю, блядь, фуры-то к вам заезжают и выезжают, груженые уже, продукты-то возят, мне сейчас нет возможности, надо позвонить генеральному, вторник, среда, ну, короче, заеб, а мне зарплату выдавать надо, чтобы зарплату людям вылить, он миллион двести должен, я говорю, ну, знаешь что, туда уж не обижается, вдруг что случится у тебя, на канализационной твоей линии, ты уж извини, я мужиков присылать не буду, а че может случиться, там четырехсотка труба, четырехсотка метров, а че там может случиться, мы как вот танки промывать будем, после молока, как ебнем там давленицам-то, и все будет заебись, я говорю, ну, хорошо, вот, а, шпион с везде, нахуй, у нас, с каждым предприятием, с которым ты заключаешь договор, есть схема, канализационная схема выхода канализации в твои сети, уже, которая, в собственности, скажем так, ЖКХ, то есть, внутри заводские сети хуйбастями, но они же все равно, официально был только один выход, вот, четырехсот труба, но мне шпионы, которые куда-то там работали, с лизарями, сказали, Александр, у них еще есть два выхода, один с гаража, а другой с конторы, блядь, соткой трубой, в нашу трубу, но они не учтены, там счетчиков не стоит, как сделать доброе дело, правильно, отключить от канализации, чего, контору, там же директор, как это уходит, цикет, охуяк нельзя, это первое, китайское предупреждение было, в среду так и сделали, дядь Саша, с мешочком, после обеда, звонок директора, Владимир Александрович, какая-то беда у нас, у нас, значит, с унитаза на втором этаже, хуярит канализация, у меня, заказка кабинета, я говорю, ну, значит, что-то у вас внутри, внутри заводские сети подстали, на выходе, счетчик крутит, да, 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 а он же не говорит, что это левый врезка-то, канализацию вношу, я говорю, ну, ищите тогда, где-то у вас тогда, блядь, я же не скажу, что ты, падла, сука, левую врезку мы тебе перекрыли, нихуя не понял, я говорю, может, все-таки деньги ты перечислить, нету денег, нету, вот, может быть, к концу месяца, хуя, а мне десятое число, зарплату надо выдавать, а сегодня девятое, вру, восьмое было, я говорю, дядь Саша, давай на большую трубу мешочек накинем, нахуй, с песочком-то, а там еще в таком месте, стена заводская, тут кусты, бурьян, всякой хуйня, блядь, туда вот, трезво не зайдешь, нихуя, ну, такая жвака там, блядь, ну, нормально, человек не пойдет, дядь Саша, опять, сырака, ну-ка, стаканчик для храбрости, нахуй, а тут уже, блядь, вату пропустил, до того, блядь, так сказать, для самочувствия, вот он, третий-то ебал у меня, так, пойдешь, мол, к заводу, мешочек туда, знаешь, где там колодец, там, ну, курина, блядь, ну, идет пьяный мужик, да, с мешком, да, кто его там установит, нахуй, че не сушь, песок, иди нахуй, и, короче, пум, время через два часа, звонит мне, ночь главный механик, с молокозавода, Владимир Александрович, пиздец, тонем, нахуй, у нас уже по территории, а это же, это пищевой производство, как канализация, там выебут и высушат, у нас бочка не успевает откачивать, там вывозить за территорию, я говорю, блядь, что-то случилось, наверное, на линии у вас, блядь, я говорю, у меня так, а после их колодца наш колодец идет, блядь, а там с микрорайона еще течет, канализация, все мне течет, я говорю, наша работа, что-то у вас там встал, блядь, а мешочек-то дело сделал, с песочком-то, встал, нахуй, все, останавливать производство, лить-то нельзя, машинами, иначе, блядь, ну, эти, жжебрыжные машины, да, хуяк, ну, пусть люди знают, что деньги у нас имеют, ну, вот, короче, день, блядь, он мне заебывает письмами, блядь, в исполнении нашего договора, будьте любезны, чистите, канализация на мне не уходит, я говорю, слушка, моя-то течет, вот в двух метрах идет моя, эта канализация, причем безнапорная, такая, ну, с уклоном, все, с микрорайона-то течет, течет, что у вас стало, я не знаю, вот эта хуйня, пять метров, это не моя, это ваша врезка, и валяйте, хуятина, а кто там нырнет, а кто-то ведь хуячит, прям вот так, прям вот так хуячит, через крышку, аж крышку сорвало, вот так ебашит, а шмурочек-то мы знаем, где лежит, он тут плавает в этом говне, ты, да ебать тебя, вот, второй день, завод стоит, ну, чего-то там, какие-то, блядь, даже руки не моют, ну, естественно, что контора уже вся в говне уплывла, ну, не работали за все, вот, третий день наступает, мне звонит уже мэр, глава нашей, говорит, Владимир Александрович, надо что-то с молокозаводом делать, чего-то там, чего у тебя там с ним случилось, я говорю, у меня ничего, вот у меня с молокозаводом, вообще ничего, и вы молокозавод ничего не знают, я говорю, моя безнапорная линия, куда приемная, куда врезка входит, конвенционная, заводская, блядь, работает, а что, у них там не работает, ну, как же, по закону-то, значит, в долг, говорит, написано, после первого колодца, твоя линия, я говорю, моя, но у них-то встал-то колодец, говорю, а что там в нем, хуй, я его знает, как я в чужой колодец полезу, нет, блядь, меня уже с области заебали, все звонят там эти, блядь, его хозяева, да я говорю, у него там хозяева области, это так, нажимаем, а замгубернатора, который курил в эту хуйню, все сельскохозяйство, это его, это, опять, он их и крыша, был, звонок, а я после обеда приехал на работу, без всего звонок, с вами сейчас будут говорить, с министра отцов, блядь, они думали, я сейчас обосрался, блядь, я говорю, слушаю вас внимательно, вот, из приемных губернатора, ну, давай, думаешь, ну, неужели губернатор будет заводить, ты такой, блядь, директор же, какая виноградов, он нахуй ему усрался, блядь, такой-то, такой-то, здравствуйте, здравствуйте, Владимир Александрович, я зам губернатора, я говорю, здравствуйте, что у вас там, блядь, с молокозаводом, я говорю, у нас договорные отношения, которые молокозавод не выполняет, в смысле, я говорю, он должен мне за три месяца миллион двести, за стоки, согласна, счетчика поверенного, хуеренного, я его не поверял, но он не платит, говорю, блядь, ну хорошо, он заплатит, я говорю, вот когда заплатит, тогда мы будем с ним разговаривать, я говорю, а вы-то зачем мне звоните, вы же зам губернатора, так, ну это вас не касается, ну раз говорю, не касается, зачем мне туда звонили, я говорю, вы тогда передайте этому товарищу, а он визжит этот директор, взять его ебут, хозяин-то в Москве, контора называлась Ополли, она и сейчас есть, только завод в другое место вывезли, ебаные волки, а я-то тут при чем, ну я-то тут при чем, братцы, ну блядь, ни при чем, четвертый день уже заканчивается, блядь, опять звонок, но мы решили этот вопрос, миллион двести он вам завтра с утра перечислил, я говорю, ну вот, замечательно, ну что, пошлете своих людей, я говорю, я посылал, права у меня нету, лезьте в их николонец, не дай бог мы там что-то сковырнем, ебаные бумажки, блядь, утро пятого дня, пиздец, у меня уже красный телефон, я даже его просто не беру, блядь, звонят уже все, блядь, и депутаты хуят, все же крыши, блядь, все звонят, звонят, а мне да пизды, блядь, совершенно, да, бухгалтер заходит, она с 8 работа, а в банке выписку, это сейчас там компьютер хуят, а раньше с бумажками ездили, блядь, ну, начало нулевых с бумажками, в восьмом году еще с бумажками ездили, вру, блядь, в десятом, вот меня отсудили, за десятый год, сейчас с бумажками ездили, с выписками, с хуиписками, все, все это поебение, ага, ну у нас есть, а банк-то в 9 только выписку можно взять, ебать, пусть все, что-то говно, ну еще все стоит пока, я говорю, вот сейчас, да все, вам берите, не ебей мозги, блядь, завод пятый день стоит, я говорю, блядь, вы понимаете, в чем дело-то, я-то здесь при чем, блядь, вот они не платят 3 месяца, всем похуй, да, а встал завод на 5 дней, вот ты, блядь, да, представь, там прибыль, хуи, блядь, молоко-то киснет, я ему-то не скажешь, блядь, сейчас с коммунизацией заберемся, а куда, ага, короче, ну все, бухгалтер приезжает, говорит, все, Владимир Александрович, вот выписка, блядь, или как от хуйня, там, миллион, миллион, да, миллион двести пришел на счет, я такой, так посмотрел, а дядь Саша вот так, о, кошка стоит, курит, я такой, я говорю, ну что, Александр Владимирович, ну ее так звали, ну что, Александр Владимирович, надо попробовать все-таки помочь благозаводу, ну, а он такой тоже, вот такой мужик, блядь, ну, Владимир Александрович, примем все силы, блядь, ну и все, он там, вот ушел за углом, опять этот друг, который смешком туда приходил, он в таком же состоянии в эти кусты пришел, а там, представляешь, с люк, вот так говнищик уехал, у них же еще, вдобавок, это, грунтовые воды, они их тоже качают, блядь, ну там, подвалы хуял какие-то там у них, блядь, ну, по технологии что-то еще, блядь, и там, представь, ну, кто пойдет с алкоголиком, все, а у меня, они же такие, у них в кликах обмороки были, потому что к нему близко не подойдешь, ну, просто сдохнешься, нахуй, и он, представь, такое состояние, в эти кусты зашел, да, веревочку-то, мы знаем, как дергает, он веревку-веревочку дернул, и, ну, типа, по сайту сходил, вышел, да никто и внимания не обратил, что какой-то там, ну, полубомж, блядь, зашел в кусты, да и хуся, зашел и вышел, да, а там, естественно, ну, намоклый песок, ну, это открылось у меня, все, через полчаса она так, все утекло, это, говорит, блядь, так вы машину-то с людьми куда пришлете? Я говорю, а у вас еще проблема-то не ушла? Так в том-то дело, что ушла, ну, людей-то не было, я говорю, ну, рассосалось, блядь, да, он, ебаный врод, блядь, миллион двести, зарассосалось, блядь, бывает, гнаничок, он, говорю, зреет, зреет, потом, пиздец, да, ну, и тут, видать, рассосалось, блядь, меня живые, вот, за это рассосалось, я говорю, рассосалось, ничего не, блядь, все, дядя Саша, перемегнулись, ну, дядя Саша, я применю, кое-что, десяточку выписал, потому что, миллион двести, и я сразу, вот, мне десятое число, как раз к вечеру, десятое число, я зарплату всем, я молодец, кто молодец, я молодец, и все, это, там, мне звонит, этот, как его, замгубернатора, это ведь надо ебать мозги, пять дней, и само рассосалось, вам вообще там не хуй делать, блядь, и без вас бы все сделать, я говорю, конечно, блядь, и я так думаю, и я уже стал так работать с товарищами коммерсантами, они же все на пальцах, эти, мне же Toyota, Mercedes, Camry, хуя, блядь, да мы тебя, да мы тебя закопаем, я говорю, так говна-то меньше не будет, вот он же, говна меньше, не будет, да, да, да,